И здравствуй, Тюб! С вами Сизехэш, вы смотрите шестую серию приключений в технологической компиляции Легенда о магах И на самом деле, что я делаю в шахтах У нас, вы не поверите, ой Очень большие проблемы с золотом Причем проблемы действительно не... Да откуда вы здесь только? Проблемы действительно нереальные То есть я вот здесь сходил, покопал, нашел всего 5 штучек При всем при этом я нашел аж 16 алмазов Алмазы нам здесь сейчас менее важны, чем золото Они сейчас менее ценны На самом деле, если на сборку прихожу я Это всегда получается именно так Если вы смотрели мои предыдущие летсплеи, вы об этом знаете На самом деле, зачем мне золото? Потому что, смотрите, большое спасибо Вове Слава Вове, у нас исправился баг с несовместимостью Ниппона и Storm Expansion Поэтому теперь я могу, наконец-то, начать нормально механичить Ура! Вот Но, собственно, ладно, это все, конечно, лирика Что именно мы сделали в перерыве между сериями? Во-первых, маги сказали, что им больше не нужен вот это вот место И я здесь себе выкопал еще одну комнатку Я ее сделал ровно такой же по размеру, как и комнатка со складом Ну, не знаю, для чего-нибудь я ее обязательно использую Пока не знаю для чего Здесь я немножко передвинул машинки Сделал себе, опять же, за кадром энергетическую ячейку из редстоуна Поменял даже здесь вот провода под этими машинами Теперь они здесь все тоже хорошие и качественные А здесь себе сделал дверку Собственно, во-первых, у меня здесь доступ к моим системам труб Потому что я думаю, что в этой серии мы с вами займемся сортировкой В частности, помимо всего прочего И здесь у меня теперь стоит аккуратненький лифт Который меня спускает на первый этаж Я сюда, собственно, перенес свой роллин-машин Поставил рядышком старенькую нашу ячейку Которая hardened на 2 миллиона RF И сделал ее активирующейся по редстоуну Таким образом, наша вот эта вот роллин-машин В принципе, не будет кушать энергию И более того, если я найду еще какую-то машину Которая тоже постоянно любит кушать энергию Я ее просто поставлю вот сюда Я думаю, что, в принципе, места на 4 машины мне должно хватить Если нет, то, ну, будем, что называется, решать проблему По мере возникновения А так, мне вполне понравилось, что я здесь такое сотворил Аккуратненький вход Спасибо карпентеру за дверь и за нажимную плиту И то и другое оттуда пришло И давайте я здесь пока поставлю переплавляться То, что накопалось Все-таки я хочу, как я уже говорил, сделать систему сортировки И еще я хочу сделать одну интересную вещь Мне здесь периодически приходится использовать Всякие интересные материалы Вроде песка и гладкого камня Если вы знаете, я обычно стараюсь начать свое развитие Именно с того момента, что делаю себе систему По автоматизации добычи этих самых ресурсов И думаю, что легенда о магах не будет исключением Сейчас единственное, что надо здесь выбросить все то, что я нашел А, и, кстати, да, я нашел применение моим овощам Я из них делаю магическую еду Магическая еда нам восстанавливает 3 единицы здоровья И, что более важно, оно нам вешает Regeneration 3 на 5 секунд Что вполне себе неплохо Да, что касается алмазов Уже больше стака Ну, про изумруды я вообще не говорю здесь С Essential Craft'ом их всегда будет немало И думаю, что вот сюда мы сейчас засунем наш слайм И все прочее Так, единственное, что вот сульфур Наверное, вот сюда нашу серу положим Вот, мне нужно будет довести трубы И, собственно, вернемся к системе Я думаю, что я буду здесь генерировать Ну, хотелось бы, конечно, 4 вида ресурсов Но это, как минимум, должен быть песок Это, наверное, должно быть уже стекло из этого песка Это, наверное, будет обжаренный камень И, возможно, кирпичи из него Но посмотрим, может быть, понадобится что-то еще Потому что, в принципе, маги, как строители Им, скорее всего, понадобится большое количество каблстоуна Поэтому, в принципе, я думал еще автоматизировать систему По сжатию вот этого каблстоуна Конечно, здесь у нас очень большое вот это вот хранилище Но если мы каждый каблстоун будем сжимать хотя бы в два раза То есть до девяти в одном То у нас это хранилище станет еще больше Точнее, хранилище больше не станет Но хранить оно сможет действительно больше Так, о чем бешмы? Что нам нужно для этого? Мне как раз, кстати, понадобится приличное количество золота Именно для этого я сейчас ходил и его копал Золота у меня есть всего 13 И боюсь, что это уже с учетом того, что у меня переработалось только что накопанное Да Это маловато, конечно Но, по крайней мере, нам с вами хватит на один Игниус экструдер Я надеюсь, что хотя бы на один хватит Так, у меня ничего с собой нет Кстати, я здесь себе наделал стекла И, кстати, сделал себе сразу 24 пневматик серву Потому что они в любом случае понадобятся, чтобы фильтровать Соответственно, да что такое? А, железа нет Чтобы фильтровать предметы по ящикам Вот, собственно, две у меня машин фреймы получатся Вот я, наверное, две их и возьму А, так мне нужно на одну одно золото Я почему-то думал, что четыре Четыре нужно железо Ну, тогда все немножко проще Не сильно, но немножко Так, доски И, кстати, нам еще нужно с вами не забыть, что нужно сделать себе бочки Так, редстоун, у меня нет редстоуна Давайте-ка, наверное, я весь крафт отнесу за кадр И мы с вами увидимся, когда я буду готов останавливать свои машинки Так, ютюб, я, конечно, сделал все то, что мне необходимо И немножко передвинул ячейку еще Поменял ее местом с верстаком Местами И что я теперь хочу сделать? Во-первых, вот эти вот замечательные наши кондуиты Айтемдакты Я могу сапгрейдить Вот до таких прозрачных Они мне, в принципе, понадобятся из-за того, что они пошустрее Да и выглядят поэстетичнее Так что я немножко своего упрощенного стекла на это дело потратил Кроме того, кстати, можно такое же сделать с флуидактами Но это я пока делать не буду Я думаю, что у меня машинки мои будут стоять вот здесь Единственное, что к ним нужно будет подвести трубы Трубы с предметами То есть что-то на вход Вот эти трубы будут у нас приходить вот отсюда Давайте пойдем с вами вниз Есть у меня, кстати, с собой флуидакты Я вроде бы их брал Да, есть Куда бы нам поставить Игниус-экструдеры Кстати, в принципе, теперь можно заодно И обсидиан будет тоже поднять наверх Если будет такая необходимость Так, для начала давайте вот здесь немножко освободим себе помещение У меня здесь есть водичка И она, кстати, почему-то течет Она не должна же течь Она должна быть бесконечным источником Ладно, разберемся немножко позже Я думаю, что мои экструдеры Еще две штуки будут стоять вот здесь Соответственно, мне к ним нужно будет Постоянный приток воды Один будет генерировать каблу Другой будет генерировать Из этой каблы Точнее, не из этой каблы А из воды и лавы Гладкий камень Давайте возьмем флуидакт И протянем его вот таким образом Кстати, вот это, в принципе, можно вообще закрыть Я не знаю, зачем она здесь течет Соответственно, вот здесь можно поставить Хотелось бы, конечно, сделать посимпатичнее Может быть, мне их вообще поставить рядышком Так, у тебя никаких выходов пока нету вообще У тебя есть вход снизу и вход сзади А вот эти стороны у тебя ничем не заняты Давайте-ка мы действительно, может быть, их вообще поставим в ряд И сзади у тебя как раз будет вход А где же у тебя лава? А лава у тебя, наверное, с этой стороны подключена Значит, можно немножко сделать по-другому Можно вот отсюда убрать флуидакты И поставить их вот таким образом Раз и два Здесь у нас течет, соответственно, вода Как-то мне вот это вот тоже не очень нравится Неэстетично Господи, Зиг говорит про эстетику Слышали ли вы такое? Так, а я, соответственно, тебе отключил этот вход, получается, да? Значит, слева у тебя вход Сзади у тебя нету ничегошеньки Вот, так лучше Надеюсь, что ты еще будешь работать Ать! Ой, зачем я забрал все 64 обсидиана? Ну ладно, лава у тебя есть И, соответственно, вот сюда мы поставим наши Игниус экструдеры Раз и два В плане входов у вас активен вход только задний И у тебя тоже В плане выходов у вас активны верхушки Именно отсюда я буду забирать свои хохоряшки Так, ты будешь делать мне каблстоун Ты будешь делать мне гладкий камень Для гладкого камня у нас будет использоваться только вода Для производства каблстоуна, соответственно, не будет использоваться ни то, ни другое Поэтому при помощи теперь нашего ведерка мы сюда с вами донесем лаву И нужно теперь сделать выход из этих вот Не знаю пока насчет этого Давайте пока из этих двух попробуем сделать выход Единственное, что так Это не жидкость Это будут предметы Я думаю, что я их вполне себе могу пустить по одному пути Таким вот образом И дальше нужно как-то вот до сюда провести трубу Наверное, я это сделаю вот так И, в принципе, здесь ее можно в стену убрать Чтобы было хотя бы немножко покомпактнее Так, соответственно, здесь мы переключаем вот это вот дело на выход И сверху там нужно будет поставить, наверное, фильтры Потому что и гладкий камень, и обычный камень у нас подвержены пульверизации Соответственно, здесь мы будем делать вот так И здесь поставим наши машинки Которые питаться будут все-таки сзади Таким вот макаром проведем наши кондуиты Теперь Redstone Furnace и Pulverizer Pulverizer, ставь все вот сюда Нет, вот ты совершенно нехорошо поставился Спереди я к тебе не смогу подключить Фильтр, кажется Давайте вот так тебя поставим Хотя, вон вообще Вообще назад О, тебя можно переворачивать Какая прелесть Вот так тебя вообще поставим И сюда рядышком поставим печку Все, с этой стороны у них вход На который я не могу ничего назначить Все правильно Так, теперь что касается остальных входов и выходов Сбросим существующие И наша печка получает материал сзади И выплевывает материал наверх Видимо, да Потому что больше, к сожалению, некуда Или можно что-то придумать Я на самом деле хотел Сделать так, чтобы это было поэстетичнее Посимпатичнее Давайте-ка, наверное, мы сделаем не так Давайте мы сделаем так, чтобы выплевывала нам предметы вниз И трубу поведем уже там Это будет не очень просто Учитывая то, что у меня нету морфа и джетпака Но я думаю, как-нибудь мы справимся В принципе, я не хочу вот эти вот машины Замыкать на свою общую сортировочную сеть То есть от них пойдут отдельные атомдакты Как раз вот сюда, где у меня будут стоять бочки Которые, кстати, я тоже сделал себе 4 штуки Давайте их сразу и поставим Таким вот макаром У меня есть немножко гладкого камня Поэтому я могу здесь немножко посвинячить Соответственно, сделаем себе вот здесь Вот такой вот доступ к нашим бочкам И можно сюда начать ставить мои атомдакты Здесь, естественно, никаких фильтров не будет Потому что бочка в любом случае не примет ничего Кроме того, что в ней есть уже И пойдемте вот в ту сторону Для того, чтобы найти, где у нас здесь есть выход Где-то мы обязательно его должны с вами найти Тут есть какая-то труба Это труба на вход Мне нужна труба на выход Она будет где-то здесь снизу Почти, почти, почти угадал Вот здесь она будет Раз и два Здесь придется воспользоваться крышечками Но это не самая большая проблема Крышечка Крышечка Теперь сюда я могу со спокойной душой Кстати, ты почему не настроенный? У тебя вход У тебя выход, точнее, снизу Даже у тебя выход Хотя ладно, пусть будет снизу Потом разберемся У меня здесь нет куда провести еще одну трубу Для убирания отсюда получающегося После перемалывания кабла гравия И вход у тебя сзади Вот так Соответственно, сюда мы кладем Item duct 1 Item duct 2 Переключаем их на то, чтобы они могли принимать предметы И дальше потащим их Как мне только потом отсюда выбраться Очень интересно Наверное, имеет смысл протащить их вот так Чтобы у меня действительно была возможность выхода Даже, наверное, вот так Ну, item duct 2 у меня много Можно, если что, даже сделать еще Поэтому как-то вот так Единственное, что здесь будет стоять у нас в одном месте урна С фильтром на гравий Это мы сделаем немножко позже Благодаря своим гиперпрыжкам я могу выпрыгивать Спасибо шлемику И моду артефакт Так, сюда вход, сюда вход Да, наверное, как-то так У вас, по идее, уже должна быть энергия полная коробочка И можно попробовать включить Какой-нибудь из наших двигателей Где у меня ведро Кто все время у меня тылит ведро? Это, наверное, Гоша У меня где-то был бесконечный источник воды Но был он, к сожалению, у меня дома Надо бы, конечно, здесь тоже себе сделать бесконечный источник воды А то еще я, как неандерталец, каждый раз бегаю на улицу к озеру Может быть, имеет смысл это как раз и сделать Очень скоро Где-нибудь внизу, на нижнем этаже, чтобы он никому не мешал Так, нет, перед тем, как я это сделаю Я сюда должен поставить фильтры А то сейчас у меня будет радости Полные штаны Два фильтра Так, в печку, в печку У нас с вами идет Вообще исключительно Песок И песок, 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 песок Белый список У меня что, нет ни одного песка? Есть у меня один песочек Пустой рукой Песочек Вот сюда у нас второй пневматик серво Это Пулверайзер Ага Так, ошибочка одна в конфигурации у меня получилась Снизу у нас песка не будет У нас единственное, что идет снизу Это как раз Гладкий камень, который идет напрямую И обычный камень Так Немножко переделываем систему Уйду за кадр И по идее должно получиться Я вот сюда себе просто поставил Пневматик серво Который у меня есть будет фильтровать кабл То есть, соответственно, в пулверайзер идет только кабл Потом весь его верхний выход То есть, это песочек Будет отправляться у нас по красному пути Это направо от нашего пулверайзера Собственно, в сторону печки У которой вход слева И выход снизу Печка будет преобразовывать этот самый песок в стекло И отправлять дальше в систему Все то, что гравий Все то, что из нижнего слота Пойдет вниз Как раз там у нас с вами Есть Item Duct Который привязан Вот туда То есть, в принципе, наверное Вот так вот будет даже удобнее Единственное, что Здесь Здесь тоже будет один маленький нюанс И как бы его нам с вами решить Наверное, мы это сделаем вот так Странная конструкция Пока не удивляйтесь Очень скоро вы узнаете, что это такое Я вот сюда При помощи нашего ключа Поставлю зеленый вход То есть, здесь самый ближний интерфейс Но при всем при этом Сюда у нас идет только кабл Соответственно, все то, что у нас еще внизу генерируется Оно пойдет Попытается пойти сюда Но здесь белый список Поэтому пойдет по длинному интерфейсу Соответственно Наш гладкий камень пойдет автоматом в бочку Давайте все-таки попробуем теперь включить Хотя бы Кстати, зачем я здесь набрал себе воду Когда мне была нужна лава Дурелокартонный Ну Это, наверное, замечательное начало Для бесконечного источника воды И я отсюда теперь не выберусь, да? Дурацкая бесконечная вода Так, а вот лава-то мы с вами возьмем вот отсюда И запихнем ее, допустим, в генератор каблстоуна На Все, штука заработала И весь наш кабл, по идее, вот он пошел вверх по системе Давайте посмотрим, куда он пошел По идее, он сейчас должен у нас поместиться аккурат в плаверайзер То есть, вот сюда Угу, так и есть И у нас с вами производится песочек Который автоматом идет в печечку Из нее у нас получается стекло Которое пойдет в сторону бочек Если я нигде ничего не наманьячил Я надеюсь, что я не наманьячил Так, вот вижу, что пошло стекло Оно немножко, правда, подглюкивает Но это клиентские глюки У меня нету, на самом деле, в Глоустоуна В таком количестве, чтобы сделать Вот эти вот Айтемдакты импульсными Поэтому придется, так сказать Немножко мучиться Там кабл застрял Ну ладно Так, то есть, по идее, сейчас у нас О, и гравий сюда пошел В плане гравия Давайте-ка, пока мы не засорили себе систему Попробуем сделать трашкен Нашу мусорничку Она делается три гладких камня И сундук Самая большая проблема, опять же, сейчас будет с сундуком С деревом здесь все-таки у меня все не очень хорошо Учитывая то, что я не могу сделать нормальную ферму дерева Из-за дурацких энтов и трентов Которые из модулей каниты Которые спавнятся рядом с деревьями Поэтому деревья у меня в очень небольшом количестве имеются Но все-таки имеются Так, и мне нужен один гравий А, отлично Стеклышко наше Иди сюда Кстати, стеклышко надо будет потом Как это называется, обозначить Я вот сюда поставлю Соответственно, нашу Мусорничку И по-быстрому надо сюда поставить Фильтр И сказать, что здесь белый список Только гравий То есть, по идее, сейчас весь гравий Опаньки Должен уходить в мусорничку Иди сюда Больше ты здесь, по идее, не должен оказаться И мы его весь просто уничтожим Потому что я, на самом деле, очень сильно сомневаюсь Что кому-нибудь с сервера понадобится этот самый гравий Есть у меня ощущение, что не понадобится Но, по идее, все новое стекло У меня теперь должно помещаться вот в эту бочку Почему-то... Ой-ой-ой Почему-то оно это не делает Почему-то оно продолжает идти в эту бочку А, вот, все, пошло Мы, наверное, немножко лагаем И шифт-правый клик Мы залочили эту бочку на стекло Все, замечательно Остальные ресурсы, соответственно, пойдут сюда Давайте подключим теперь Наш второй игниус экструдер Для того, чтобы он производил нам гладкий камень Мне нужно еще ведро лавы Второй игниус экструдер Поехали, делаешь гладкий камень Будет кушать воду Потому что вот этот, в принципе, вообще ничего не кушает Я не знаю, зачем я к нему трубу подвел Ну, по привычке, наверное Пусть и будет Давайте посмотрим, как у нас обстоят дела С гладким камнем Он, по идее, вот сюда попадать не должен Но часто он этого и не сделает Потому что здесь у нас куча каблы Он должен, по идее, сразу поместиться вот сюда И вот вопрос все-таки Нужен ли мне песок в чистом виде Кстати, здесь вот он уже сразу идет по правильному пути Он не старается повернуть туда Потому что если мне нужен песок в чистом виде Мне нужно после того, как у нас заполнится вот эта вот бочка Ммм, а кстати это ведь А нет, это не будет проблемой Наши айтемдакторы достаточно умные Они не будут пытаться из нашей печки вынимать стекло Если его некуда поместить И здесь у нас будет гладкий камень Замечательно Теперь, собственно, вопрос Каким образом я хочу Преобразовывать гладкий камень Сразу во что-то другое Допустим, в кирпичи И нужно ли это делать вообще Ладно, в любом случае Давайте я здесь сейчас немножко приберусь Чтобы когда маги пришли Они здесь не обалдели Той радости, которую я наделал И мы с вами увидимся И две новости Во-первых, у нас весь кабл, который не вошел туда в печку Начал поступать сюда В принципе, все было бы ничего Но я хочу, чтобы сюда поступал только сжатый кабл Чтобы, собственно, вот это у нас Хранилище приспособлялось для обычного кабла Мало ли для чего он понадобится А сюда у нас будет приходить только сжатый И я решил не делать автоматические кирпичи Потому что все-таки здесь стоит чизл И, возможно, кирпичи здесь не самый лучший вариант Возможно, как раз будет полезен Самый обычный гладкий камень Но, в любом случае, нам с вами придется сделать штуку По названию Cyclic Assembler Я в последнее время его очень полюбил Полюбил я его еще со времени Magic Pharma Потому что штука, на самом деле, обалденная Особенно учитывая то, что у нас здесь нету с вами Ни Logistics Pipes Ни чего бы то ни было еще Что позволяет делать автокрафт Другим способом Билдкрафта здесь, собственно, тоже нет Поэтому Cyclic Assembler наш с вами друг и товарищ навеки Так, я надеюсь, что у меня хватит места в инвентаре Мне нужен, блин, дурацкий еще один сундук И у меня снова закончилось стекло И откуда у меня, кстати, одна железная руда Тоже хороший вопрос Надо бы поставить ее перерабатываться Так, золото есть, железо есть Давайте сделаем такую штукенцию И нужно сделать еще один сундук Я думаю, что дерево мне сейчас уже больше не понадобится Потому что бочки мне тоже не нужны Собственно, в четвертую бочку я буду помещать Пожалуй, все-таки обсидиан Потому что есть у меня такое ощущение Что многие не знают о существовании моего генератора обсидиана Теперь, если здесь будет стоять бочка Все об этом узнают И надеюсь, что возрадуются Иди сюда И вот эту вот штуку вот сюда Я ее отсюда вынимал для того, чтобы себе сделать глину Так, песочек, 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 песочек Иди сюда Зачем я вообще сюда пришел? За двумя коперами Так, нет, копер мы будем использовать вот этот вот неправильный Истинкерсконстракта Кстати, есть один неприятный момент в тинкерсконстракте Почему-то у него, несмотря на настройки конфигурации Не отключается генерация руд Поэтому здесь мы можем находить руду Не только из The Storm Expansion, но и из тинкерсконстрактора тоже Из тинкерсконстракта Так, здесь мы сделаем выход сверху И сюда также поставим наш ItemDuct И разрешим ему выход вещей Теперь Obsidian отсюда пойдет в следующую бочку Что касается нашего Cyclic Assembler Здесь ситуация будет немножко сложнее Мне для того, чтобы его запустить, нужна еще и штука под названием Schematic Которая, насколько я помню, не очень хорошо делается в плане ресурсов Schematic Мне нужен лапез и две бумажки Есть ли у меня, кстати, лапез? Мне казалось, я его находил Но вот куда я его умудрился засунуть А, вот он О, так тут не только я его находил Это радостно Так, в плане бумажки у меня будет тростника Есть ли у меня здесь где-нибудь уже готовый тростник? Похоже, что нету Ладненько Давайте соберем тростника Он, благо, недалеко Да и уж на Две бумажки, я думаю, мы соберем его достаточно быстро Нужно шесть штук Это будет шесть бумажек Можно было три Ну ладно Везде верстаки Прямо как я люблю Верстаки лишними не бывают И почему я сразу не сделал схематик, я не знаю Ладно, сделаем его вообще вот здесь Схематик И наш циклик ассемблер И пойдемте в дырку Вот сюда, собственно, начал поступать обсидиан Так, если уж у нас с вами сюда Подошел каким-то образом кабл И, кстати, мне для циклик ассемблера Нужен ведь еще и провод питания Поэтому нет Пойдем мы с вами вот сюда В таком случае Опять немножко здесь Испортим все Сюда питание Сюда циклик ассемблер Который опять будет смотреть Вот в эту сторону На всякий случай Вдруг нам чего-то еще для него понадобится Входы и выходы у него отключим Вход у него будет с этой стороны Вот единственное, что Сюда идет кабл Да, все правильно То есть мы можем вполне себе Спокойненько сделать вот так Единственное, что Пневматик серво Пневматик серво Поставить его вот сюда Белый список И кабла То есть по-хорошему Теперь весь кабл должен Помещаться вот сюда А если я сделаю еще и вот так Давай, иди сюда Не ходи туда Ходи сюда Почему ты не хочешь Идти в мой Сайклик ассемблер Он что там Снизу сюда что ли полез Какая-то странненькая система Уберем на всякий случай Отсюда кабл Моя задача Чтобы он в итоге А! Может быть теперь Я забыл Назначить выход Ну кабл Ты просто должен Оказаться здесь И заставляй меня делать Круг Так, отлично Кабл здесь оказывается Теперь давайте сюда Вставим нашу схематику Вот сюда точнее Ее ставим И скажем то, что Из Девяти кабла У нас делается один Компрессор Каблстоун Ну, наверное Это нужный рецепт Да, вот собственно Он здесь появился Теперь выход Выход у этой штуки Должен быть так же снизу Я думаю Давайте пойдем С этой стороны Это будет немножко проще И как тут у нас Все плотненько-то получилось Ладно Крышечки на помощь Кстати, вот здесь тоже Надо закрыть Я сомневаюсь Что мне понадобится Когда-нибудь Вот эта вот дырочка Так И соответственно Вот так сделать Здесь тоже По-хорошему бы крышечку Ой, как не хватает Моей летучей мышки Ой, прям не хватает Не хватает Как бы мне Не промахнуться Раз Два Так, сюда Соответственно Сделаем вот так И вот так После этого Настроим тебе конфигурацию Что ты отдаешь Все это дело вниз Вот отсюда Теперь по идее Должен выходить Наш кабл Который успешно Должен помещаться Вот не сюда Нифига Кабл, кабл, кабл Сжатый кабл Там опять кабл Идет Кстати, единственный вопрос Что делать с каблом Который не вместится И сюда тоже Это собственно Наверное просто Не будет выходить Из нашего Игнез экструдера Я надеюсь Что это будет работать Именно так Так, отсюда кабл Куда-то ушел На крайняк Я могу конечно Сделать Вот эту вот трубу дальней И просто Удалять весь кабл Который не влез Но не думаю Что это понадобится О Наш сжатый кабл Золочить Золочить Все У нас с вами Получилась система Которая производит Автоматически Необходимые нам предметы Этот кабл Можно собственно Бросить сюда И мой гладкий камень Мне понадобится на то Чтобы здесь сейчас Еще немножко Закрыть Всякий пол И стены Ладно Увидимся YouTube Пришлось немножко Переделать мою систему Потому что Если у нас с вами Вот эти Оба выхода Обозначены Как самые ближайшие То на самом деле Почему-то побеждает Cyclic Assembler И у меня перестал Приходить кабл В Pulverizer Поэтому я решил Проблему немножко По-другому Я даже ради вас Сломаю здесь Этот блок Я сюда поставил Dance Настройку То есть Вот эта вот труба На самом деле Находится очень далеко Поэтому изначально Все попытается пойти Как раз вот в эти два устройства Но там у нас везде стоят белые списки Поэтому сюда в итоге Попадает только кабл И весь кабл Который не смог пойти В Pulverizer Как и планировалось Попадает в Cyclic Assembler Где сжимается Это очень хорошо Соответственно Гладкий камень И Obsidian Сразу идут вот сюда Все то что у нас Отсюда выходит Оно сюда даже не подумает Идти Потому что здесь Самый-самый далекий выход Да в принципе Ему там некуда идти Даже если бы он был другим Поэтому все у нас По идее работает И наш гравий Должен здесь Нурифается Я думаю что он Это собственно и делает Потому что здесь Я ничего не менял И мы начали с вами Получать ресурсы Теперь Давайте попробуем С вами заняться Все-таки системой сортировки Потому что Если честно Изначально я планировал В этой серии Сделать ее Как раз Но вот эти вот штуки Тоже будут весьма полезными Итак у нас с вами Теперь есть здесь Хороший проход К нашей системе труб И первое что я хочу сделать Я хочу отсюда снести Вот эту вот Некрасивую Белую змею Вот эту вот трубешку И более того Я теперь ее буду подключать К немножко большему Ой Тут у магов же Стоит какая-то штука Которая генерирует Энергию для портала Так Как бы нам в принципе Но я думаю что я здесь Ничего не разрушу Потому что я так понимаю Что только вот эта вот Структура является Зависимой От чего бы то ни было Мне здесь на самом деле Теперь нужно Провести вот такую вот тоже Дорожку Ой А это что такое А это вход в наши шахты Ладно Придется здесь немножко Поработать с потолком Но я думаю что в принципе Тоже ничего страшного Если я его здесь опущу На один блок Гоша в отличие от меня Очень любит строить Высокие потолки Но мне кажется что В данном случае Высокий потолок Здесь совершенно не к месту Он здесь просто не нужен Я думаю что башкой Главное чтобы там Игроки не бились И остальное Все как-нибудь разберемся А это что такое Ага Это у нас уже похоже Плавильня Ушла в стену Ну насколько я помню Вот это последний На самом деле сундучок А не сундучок То есть как это называется Последний Ням-ням-ням Ящик Потому что по-моему Их там тоже два Давайте кстати заодно Я начну отсюда собирать Вот эти вот штуки Надеюсь что у меня Хватит места в инвентаре На пневматик сервы Да у меня инвентарь почти Как ни странно пустой Не полностью конечно пустой Но достаточно пустой И еще у меня По какой-то причине Сломалась сортировка серебра Не знаю в связи с чем Это случилось У меня почему-то серебро Которое перерабатывается В печке Не хочет идти по трубе Заодно сейчас я думаю Что и эту проблему Мы с вами порешаем Ладно я здесь сейчас Себе заменю Вот эти вот трубы На более правильные На такие же прозрачные И мы с вами увидимся Итак Ютуб у меня остался Один пневматик серву Но зато я разметил фильтрами Все то что здесь есть Кроме одной вещи Которая называется Row Ore В принципе сюда теперь По идее ничего попадать не должно И вообще вот этот вот ящик Я думаю что мы будем использовать Про что-нибудь другое Потому что моя система Будет автоматически Все руды Которые выкопаны Они будут Помещаться в плаверизатор И соответственно Плавиться в слитки А слитки у нас Как вы помните Приходят вот сюда И я себе настроил Вот этот вот последний выход Как самый дальний И без всякого Уайт листа То есть в принципе В него будет попадать все то Что не смогло Отсортироваться Основной системой В принципе у меня есть Теперь вот такие сложные Трубы Красивые И даже кое-где Весьма с трудом Можно пройти Ну собственно вот она Эта штука стоит Я думаю что если что Я еще уберу вот эту стену Для лучшего прохода Но здесь у нас Нету никакого Белого списка Здесь вообще даже Пневматик серва нету Но при всем при этом То что здесь у нас стоит Режим Dance Соответственно это будет Самый последний инвентарь То есть сначала Все попробует Рассортироваться в системе И только потом Уже пойдет Вот в этот вот Дальний ящик А собственно Фильтров у нас Здесь с вами Немало Совсем Нет нормально Я показал вас Я случайно сюда Приконатил Но это еще Не самое интересное Самое интересное У нас будет заключаться В следующем Я теперь собственно Подведу Вход К своему плаверайзеру Где у меня здесь Производится Перемолотый обсидиан Потому что у меня Закончилось Упрочненное стекло Мы с вами Вот сюда поставим трубу Я пока временно Вот отсюда уберу Эту штуку И у нее тоже будет фильтр У нее как раз Будет фильтр Этих самых Необработанных рут Но единственное Что этот фильтр Я сделаю Конечно уже за кадром Потому что Мне сейчас Нужно идти копать А этого делать Совершенно не хочется И здесь у нас Соответственно Будет выход Из нашей печки Которую кстати Надо настроить Вот таким образом И кроме того Я думаю Что почему бы Теперь не сделать выход Еще и из Индакшн смелтера Где он у нас здесь Индакшн смелтер Который А нет Сделал мне стекло Соответственно О Он тоже рядышком стоит Потому что Сейчас мы с вами Научили нашу систему Куда помещать Переработанные слитки Сплавы Если быть точным А не слитки Соответственно Мы можем здесь Также поставить выход И конечно же Ой Это как так Как я так умудрился Сделать Вот так лучше И естественно Настроить наш Индакшн смелтер На вывод всего Через Заднюю стенку И так Здесь у нас есть фильтр Единственное Что я хочу сделать Еще Теперь я хочу Чтобы придя из шахты Я просто Все куда-нибудь Скинул свое добро И оно автоматически Отсортировалось Я пока что Смог себе Добыть дерево Только на 4 таких ящика Но Тем не менее Ящик я поставлю Вот таким образом Кстати Для всех тех Кто спрашивал Каким образом Объединять эти ящики Shift Правый клик По существующему Тогда он объединяется В один большой ящик Хотя я думаю Что этого инвентаря После хождения По шахтам Должно хватить Соответственно Здесь я поставлю Трубы Вот таким макаром И к чему-то Она здесь подсоединилась Непонятно к чему Но нам это в любом случае Не нужно Здесь мы это дело Закроем другими Только крышечками Здесь кабловые Должны быть Необычные И мне нужен Еще один пневматик серво Давайте его По-быстрому Сотворим Сделаю сразу Еще штучки 4 что ли Они у меня Что-то в последнее время Прилично Начали расходоваться Хотя они Всегда у меня расходовались Если вы знаете То что Чаще чем пневматик серво Я делал только шестеренки Особенно все это дело Когда было в кадре Ну ладно Две штучки Поставим один сюда И переключим режим В такой вот И скажем Что ты работаешь Вне зависимости От редстоуна То есть Все то что попадает В этот ящик По идее Должно пойти В сторону сортировки Здесь надо будет Потом Закрыть стенки Я это сделаю за кадром И собственно Вот здесь Угу Осталось только Добить систему Айтемдактами И по идее У нас все должно быть готово И все должно работать Я по крайней мере Очень надеюсь Что я нигде Не намаячил свитерами Потому что это было Самое неприятное Что я сегодня делал За всю серию Размерить все Вот эти вот машинки Было весьма непросто Ну ладно Надо наверное Как-нибудь попробовать Проверить Работает наша система Или нет У меня с собой есть LED У меня есть Obsidian У меня есть Полгарайст Obsidian Ну пусть будет Допустим Стекло Пневматик серво Redstone Ну вот как-нибудь Вот так По идее Сейчас все это дело Должно там Начать сортироваться И большинство Из того Что я поместил Оно окажется В итоге вот здесь Потому что Наша система Не знает Куда все это девать Но допустим LED Должен в итоге Попасть сюда Единственное Что боюсь Что предметы Идут быстрее Чем я смогу Посмотреть Куда они пошли О Гоша Привет Гоша И собственно Хотя вот здесь Что-то я видел Вроде как А Obsidian Он пошел наверх Да У меня эта система Не объединена С моей системой Бочек Которые стоят Внизу Потому что Я думаю Что нагружать Лишний раз Сервер Вот этими Бесконечными Трубами Это тоже Не очень правильно Если есть Возможность Избавиться От этого То почему бы Это не сделать Пусть у меня Лучше будет Здесь ящик С Obsidian Хотя я не уверен Что кто-нибудь Прямо таки пойдет Искать Obsidian Привет Вот Но вроде как Наша система С вами работает Я вижу здесь стекло Я вижу здесь Мой Pneumatic servo И мой Перемолотый Obsidian Похоже Что все работает YouTube Ну что Надо наверное Нам с вами В таком случае Закругляться Мы с вами Сегодня проделали Грандиозную работу Очень я думаю Полезную для всех Во первых Мы всех Снабдили Необходимыми ресурсами А во вторых Мы сделали Систему сортировки Которую надо бы Закрыть И Почему-то Она не хочет этого делать Ладно Разберусь за кадром Ну что С вами был Зиза Хэтш Надеюсь что вам понравилось Увидимся в следующий раз До новых встреч И счастливо Субтитры сделал DimaTorzok